Всем привет, друзья! С вами Чейнджер, и мы продолжаем беспределить в роли мэра в игре Urban Empire. Это наш город Кайзерсхафен. Просто в Германии есть Фридриксхафен, хотелось сказать так. Ладно. Да, оказывается, это всё не очень просто. Вернее, не то, что оказывается, а всё, в принципе, очень сложно. И пока у нас не выровняется бюджет, нам не видать никаких, я думаю, построек, поэтому нам надо поднимать налоги. Сейчас мы построили в конце прошлой серии, мы поменяли застройку, чтобы у нас горожан стало больше. То есть, всё-таки, да, здесь всё-таки верно. Ой, подожди, 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 студенческая жизнь. В университете случился небольшой скандал. Несколько студентов выпили вина и проказничали в кампусе. О, прям моя молодость. И теперь газеты задаются вопросом, помнят ли студенты о приличиях вообще? У вас университетское прошлое, поэтому к вашему мнению прислушаются. Как вы прокомментируете ситуацию? Да это просто, ну чё, блядь, студенческая жизнь. Лудизм. Нет, мягко. Давай вот так, потому что, ну что, да, смотри-ка. Развлечения увеличились, но репут-партия одна. Старая Швейцария, да, недовольна. Ну понятно, а я, собственно, кто. Так, партия физиократов обратилась к партии свободно-демократическое на повышение налогов. Но здесь, в принципе, это мы должны, да, затащить, я даже не буду обращать внимания. Да, смотри-ка, всё-таки индексы тут нормально. Оказывается, правда, несколько нелогично всё равно. Ну да ладно. То есть, когда у нас плюс, то значит нам надо открывать эти зоны. Когда минусы, значит они в избытке. Вот, мы тогда это поняли, потому что у нас здесь был огромный пустырь, где никто ничего не строил с коммерческой организацией. Хотя зелёный цвет, ну ладно, короче, оставим это на совесть разработчиков. Я согласен с их решением, мне не так это принципиально. Так, ну что, изменение налогов. Да. Давай, голосуем, и, конечно, мы из-за дела процветают аптека. Это замечательно. Это просто шикарный эффект. Плюс один у нас студенты налоговая ставка. Хорошо. Что там у нас? Потребность в коммерческих площадях низкий. Дела процветают аптека. Это хорошо. Это замечательно. Замечательно, что у людей процветают дела. Смотрим, что у нас теперь по бюджету. Так, доход 51, расход 74. Это очень плохо. Давайте посмотрим, можно ли мы поднять ещё налоги. Просто там, просто так вот. Почему бы нам не сделать ещё больше налогов? Мы любим налоги, потому что другого средства зарабатывать деньги, я так понимаю, тут нет. Эх. Что делать? Так, плюс 4. То есть 7200 мы сможем сделать. 7200 будет замечательно. Давай. Давай. Это надо делать, пацаны. 9-9. Как хотите, решайте. Но нам нужно повышать налоги. Какие, блядь, идеи равноправие? Просто проголосуйте за и всё. Демократы, давай. Блядь, ну что за ублюдские варианты ответа? Давай просто поговорим, да, наедине. Вот так, самый верный способ. И с этими давайте просто поговорим, личную встречу устроим. Ладно, 9-9. Ничья, паритет. Ждём. Всё ещё 9-9. Так, здесь что? Блядь, ну хорош, какие. Блядь, учёные. Что за варианты ответа сейчас? Я вот не понимаю, как они, как вот они выбираются, эти варианты ответа. Потому что иногда вот этот вариант требовать, он прям очень эффективный. А вот, а когда вот такие ублюдочные варианты, что вломиться там, учёные нас поддерживают. Или это там поможет равноправию. Просто проголосуйте. Да, это полный бред. Это ни на что не влияет. Вот, вот такие вот хорошие. Подумайте, блядь. Прям надо писать. Подумайте, блядь. И всё нормально. Вот опять, это вот полный бред. Вот какое, блядь, равноправие? О чём вы? Поймите, вот. Надо говорить доводами и фактами. Железными аргументами. А не говорить, что там про равноправие это, блядь, улучшит нашу... Так, 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 так. Притормозите, притормозите. Против жестокого обращения с животными. Конечно, мы будем поддерживать это. Не надо жестоко обращаться с животными. Это, блядь, плохо. Никогда так не делайте. Так, начинается обсуждение нового закона против жестокого обращения с животными. Некоторые члены совета считают, что животные, которых мы используем как пищу или рабочую силу, нуждаются в дополнительной защите. Был внесён проект нового закона о защите животных. Закон предусматривает наказание владельцев животных, которые прямо или по небрежению причинили вред своим питомцам. Морить животных голодом, жаждой и использовать их в боях также незаконно. Конечно, мы будем это поддерживать. Само собой, это всё незаконно. Надо сажать тех, кто так делает. Возрождение древнего греческого спортивного, блядь. Возрождение древнего греческого спортивного состязания. Возрождение олимпийских игр, прорыв в спорте и международных отношениях. Ну, я бы так не сказал, конечно. Это, в принципе, уже никому не нужно, но да ладно. Ну, в те времена, да, это, наверное, был прорыв. Сейчас-то это так чисто атовизм, скорее всего, прошлого. Закат благородных самураев. Роль аристократов-самураев в жизни Японии неуклонно снижается. Это тоже факт. Так, защита животных. Да, это важный проект. 8.10. И демократы, смотри, опять. Опять демократы. Блядь, пятое колесо. Кто, вот, больше всех мешает? Демократы. Причем, самые демократические начинания... Ладно, права геев они поддерживали. Я согласен. Но, блядь, права животных они тоже должны поддерживать? Нет? Это странно. К светлому будущему, конечно. Животные будут счастливы, все будут счастливы. Давайте наедине поговорим. Скажем, объясним демократическую суть-то, собственно. Жизнь рабочих. Ну, не знаю. Рабочих животных, да, точно улучшит. А обычных рабочих не уверен. Со всеми гражданами поговорим. Так, 9.9 нормально. Голосование за изменения на тоже 9.9. Смотри, какая интрига. Какая интрига. Вы что, шутите? И пока я ничего не могу сказать. Я бы им высказал пару ласковых-то. Давайте еще подождем. Да, вот так. Здесь что? Защита животных. Давай поговорим. Да, будущее нашего города зависит от вашего выбора. Этим давайте поугрожаем просто завоевать мою... Блядь, они не хотят завоевывать мое доверие. Прикинь. Здесь городу это необходимо, да. Ну и тут тоже потребуем. На уважение сыграем. И стало 10.8. Ну нормально. Так. 12.12. Здесь прям ноздря в ноздрю идем. Так. Ну давайте что? За вами должок. Какой, блядь, должок? О чем? О чем они могут мне... Блядь, опять. Пусть будет так, ладно. Зависит... Да, вот это хороший вариант. Здесь что? Это решение, да, приведет нас к световому будущему. Замечательно. У нас есть какие-нибудь указы, которые можно сдать? Нет. Никаких указов. Кстати, сейчас должны представительские права изучиться. И это замечательно, я считаю. Ждем. Отлично. Что по налогам? 14.19. Замечательно. Давайте. Все граждане. 13.20. Отлично. Просто отлично. Здесь. Опять вот эти вот тупые варианты. Здесь я даже не буду трогать. И тут давайте на уважение сыграем. 12.21. Замечательно. 10.8. Смотри, что происходит, да? Ах, блядь, не забудьте проголосовать. К сожалению, это не была не лучшая ваша речь, а депутаты и так уже вас ненавидят. Так что точно не станут на вашу сторону. Само собой, потому что не надо толкать таких речей необоснованных. Это просто выглядит как акт отчаяния. Когда ты начинаешь что-то втирать, и все понимают, что ты это делаешь, потому что ты уже, блядь, полный долбоёб, у тебя уже ничего нет. И ты просто какую-то мотивационную якобы речь толкаешь. Ах, ты. Так, 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 так. Давай вот это. Получше стало. Давай. Блядь, ты какой должок. Чушь, вот именно, вот они правы, чушь, выкрикнул один из депутатов. Само собой, должок. Давай так. Вы поняли, что депутаты не уважают вас, когда они стали выкрикивать оскорбления в ваш адрес. Но зато бегунок, этот кружочек придвинулся в сторону за. То есть, в принципе, они поняли, что это как бы такой размен. Я играю на уважение, и они показывают, что они не уважают меня, но все равно голосуют. То есть, в принципе, ладно. Так, что я хотел сказать, что я хотел сказать. А все пока, да? Ждем. Так, представительские права. Отлично. Это очень правильное изречение, я бы сказал. Так, смотрим. Что следующее? Образец подражания. Для подражания. Информационный прогресс. Телефон. Внутреннее сгорание. А потом можно добровольное материнство. Нифига себе. Личная гигиена. Полостирта. Нифига себе. Конвейер. Конвейер-то, кстати, нужен. Чисто вот логически, если размышлять, то конвейер очень нужен. Алюминий-часовщик. Железнодорожный вокзал. Да, пожалуйста, не сыпьте мне соль на рану с железнодорожными путями и прочее. Так, представительские права. Да-да-да-да-да. Давайте нажмем сюда. А, вот, подожди. Общество стало таким сложным, что теперь уже недостаточно заниматься образованием только элиты. Но чем образовывание граждан, тем больше они хотят высказаться по важным вопросам. Все активно обсуждают представительские права. И администрация старается предугадать возможные вопросы. Так, голосование должно быть тайным. Тайное голосование. Эффект. Личностный рост. Горожане с большей вероятностью за эту партию. И так, горожане, проголосовавшись за эту партию, получат бонус к службам. Но, в принципе, шансы есть, наверное, протащить здесь, что... Права женщин и школьные выборы. Нет, давайте тайное голосование сначала выберем. Да, это, собственно, основа всего. Так, представительские права. Ага. Хорошо. А, ну это... Что, это серьезно? Начать? Ну, давай начнем, в принципе. Это мы сразу ведем. Отлично. Отлично. Тайное голосование есть. Замечательно. Так, все-таки, дайте мне выбрать... Ммм. Я вот что-то думаю насчет внутреннего сгорания. Что он нам даст? Управлять автомобилем смогут представители элиты, пожарная станция. А у нас нифига ведь не построено, потому что мы не можем это построить. Нам надо что-то, что увеличит нашу экономику, прибыль. Здесь что? Регулируемые открывают парикмахерские, да? Так, 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 так. Давай гидравлику изучим. Старшая школа так при... Давайте так, гидравлику. А потом конвейер. Конвейер должен нам давать бонусы по-любому. Автомобильная промышленность, металлоизделия. Десятичасовой рабочий день. Это тоже важно. Хорошо. Давайте вернемся к нашим баранам, как говорится, защиты животных. И не только баранов, кстати, а просто всех животных. А, мы не можем ничего. Хорошо, изменение налогов. Но тут мы затащим. Ладно, давай. Погнали. 11,7, да, за животных. Хорошо. Так, здесь такой вариант. Это всегда прокатывает. Давайте им поугрожаем. Председателю партии. А то он заебал там уже. Тут. Городу это необходимо. Просто скажем, это все нормально. Ну и тут. Давайте. Наедине переговорим. И 11,7 нормально. Я думаю, здесь мы тоже затащим. Тут. В принципе, пока ничего не буду делать. Так, так, так. Что у нас происходит в городе? У нас много пустующих мест. И потребность в коммерческих площадях минус 5. Внезапно так, да? Все крайне плохо на самом деле. Потому что месячный бюджет ужасный просто. Инфраструктура отстой. То есть, видите. Плотность застройки нам не дадут построить. Никак. Увеличить. Деловой квартал давай уменьшим. Увеличим вот эту площадь. Давай так. То есть, они все против. Это бесплатно, но они все против. Ладно, давай я из своего кошелька заплачу 0. Не проблема. Так, голосование. Ну да, здесь все нормально. Погнали. Так, налоги поднимаем. И надеюсь, это нам поможет продержаться. Хотя бы выйти в ноль когда-нибудь. Потому что это полная жопа у нас творится сейчас. Так, налоговая ставка. Так, все отлично. Покинуть. Здесь 11.7. Надо разговаривать. Давай. Блять, ты хорош. Депутаты принялись кричать на вас. Похоже, они вам не поверили. Конечно, не поверят. Что это за бред? Так, тут. Обдумайте вопрос, да. Подумайте серьезно, мать вашу. Тут. Блять, что за бред? Пристыдить сообщить. Я не знаю, это бредовые варианты, честно сказать. Поэтому я уже много раз это говорил. Просто бред. Что у нас теперь? Так. Доходы. Еще меньше ставили. Ну понятно, мы же уменьшаем. Блять, площади-то экономические. То есть полная жопа. Ох. На самом деле хреново. Лицензия на продажу сигарет. В настоящее время магазинам или пабам не нужна лицензия, чтобы продавать сигареты. Вы не против этого? Нет, давайте сделаем лицензию. Ёперный театр. Да ладно. Да ладно. Хорош. Все против. Да это без вариантов тогда. 17-1. Да ладно. И я даже не знаю. Давайте так наедине переговорим. Со всеми давайте наедине переговорим, если возможно. Так, защита животных. 11-7. Тут что? Будущее города зависит от вашего выбора. Да, 10-8. Здесь. Насколько важная проблема? Да, подумайте, мать вашу. Здесь просто... Большинство жителей, скажем, согласны с этим. Хорошо. Тут. Будущее города тоже. 9-9. Нормально выровняли. Так. Что делать-то? Непонятно. Ой-ой-ой. Как все плохо-то. Что мы можем построить? Изменить район? Здесь все равно никто не строится. То есть, в принципе, это полная задница у нас. То, что сейчас происходит. Вообще, причем полнейшая. Полнейшая жопа. Что можно? Мастерская, да? Работы безработных обеспечивает. Давай. Ну, они ни хера не согласятся, да? Из своего кармана тоже, смотри, не могу. А потому что денег нет столько. 16-2. Ну, тут без вариантов. Тогда даже не будем тратить время на это. Да. Ладно, надо... Блядь, не знаю, что делать. Реально не знаю. Вот сейчас, на самом деле, не знаю. 17-1. Ё-моё. Все против меня. Все против меня. Хорош. И ни с кем пока не могу поговорить, да? С животными хотя бы на моей стороне. Давайте увеличим скорость. Вот теперь мне опять кажется, что сейчас нас скоро выпрут с поста мэра. Прямо все как в первой эпохе. Но я надеюсь, что тут, как обычно, то есть... В каждой эпохе ты начинаешь... Вначале тебя просто драконят по полной. А потом ты начинаешь тащить. Надеюсь, тут... Надеюсь, это так. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, пацаны. Давайте, подумайте нормально. Вы же были за это. Кто там с вами поговорил, такие мудаки? Давайте им прям... Давай вот всем депутатам скажем. Вы, блядь, достали. И тут тоже. Вот так. Прям... Надо внести раскол в эту стройную группу. Так. Это очень важное предложение. Нет, они так не... Социал-демократическая партия? Серьезно? И где они? Подожди. Тут их нету. И на карте они так. Социал-демократическая партия. Левоцентристская партия. И в повестке которой сочетаются принципы социализма и право на частную собственность. Да ладно. И сколько у нас мест? Всё ещё 61? В этом-то... Так-так-так-так-так-так. В совете. 61, да, действительно. Свободная. Ну ладно, давайте поговорим с ними. Я даже не знаю. А чё там сколько у вас? Члены совета 0. Да хорош. Нет, тогда зачем портить репутацию у них? Не будем с ними разговаривать. Ой, защита животных. 9.11. Хотя бы животные нас поддержат. Блять, да не хочу я это делать. Да, будущее города. 7.13. Нормально. 7.13 это замечательно. Поговорим за ужином. Всё отлично. Ну и тут, блять, да хорошая. Ждём. 26.4. Херово дело. Вы достали. Угрожать председателю. Блять, давай там разбери на виде порядок. Я позабочусь. Конечно, я не смогу позаботиться об этом. Я... Это просто... Они знают, что это пустые угрозы. Поэтому они не слушают. И никому, смотри, угрозы не опыта. Партия консервов. Вот это только помогает, да. Для усиления мягкости. Да, отлично. 27.3. Так, ну тут хотя бы нормально. Тут всё в порядке. 9.18. Но это не страшно. Да, и здесь 7.14. Вот это всё хорошо. Хотя бы права животных живётных. Будущее города зависит. Да, 7.14. Ладно, давай дальше. Но вот лицензирование сигарет, это всё. Ну, даже не стоит пытаться просто. 7.16. Ух, ну давайте добьём их, так сказать. Обдумают. Так, они за тоже теперь. Эти все граждане. 4.19. Ну всё, животные должны быть благодарны мне. Хорошо. Мотаем время. Лицензирование. Страшно смотреть на это. Ладно, давай. Собственно, да. Лицензировать сигареты. Продажа сигарет никто не хочет. Да, хорошо. Хорошо. Вернее, чё хорошего-то плохо. Доход 52, расходы 74. Это жесть. И у нас полная жопа. У нас открыто дофига всего, но мы ничего не можем сделать. То есть, реально, вот просто. Промышленное здание. Смотри. Свечное. Так. Газовая сеть активна. Ну, по сути, нам надо что? Нам нужна электро... Нам нужно электричество, чтобы развивать. Электричество нам нельзя построить, потому что у нас баланс просто на нуле. Так. Так, так, так. Ну, это элита. Ладно, это всё херня. Социальные группы, районы, инфраструктура, деловые кварталы. Доходы. По доходам-то у нас, в принципе, нормально. Непонятно только, расходы где. Где расходы? Вот доходы города. Так. Общий. Другое. Минус один. Другое минус один. Отлично. Так. А, вот. Так, расходы. Вот администрация. Блять. Бездельники больше всего живут. Как обычно. Образование. Окружение тоже. Финансирование. Чё? Мэра? Да ладно, хорош. Хорош. Не надо. Мне никто не платит. Районы, инфраструктура. И окружение, да? Ой-ой-ой-ой-ой. И что же делать? Что же делать? Хм. Ну, а с другой стороны, школа, да? Ну, вот она у нас просто... Я тогда нажимал-то подержать службу, поэтому... Поэтому... Очень большая получилась. Давайте, можно понизить это? Ах ты, блять. Смотри, чё происходит, да? Сюда нельзя никак воткнуть. Просто, чтобы уменьшить этот радиус. А то из-за этого... Тогда-то я не обращал... Я не обращал внимания просто. Вернее, не было понятно, на что влияет это... Подержать службу. Сейчас-то мне известно, на что влияет. И из-за этого у нас школа стоит... Просто... Нереально. Нас ещё можно смело один район и второй ставить. И эта школа будет их обслуживать. То есть, это вот поэтому так мы в минус-то ушли. И нельзя, да, ничего поменять. Блять, смотри. Так, финансирование. 14 занято. С 10 из 10. Да, херовенько. Ну и парк тоже. Это я тогда нажал. Из личных запасов. И теперь он нас жрёт деньги бюджетные. Замечательно. Я просто красавчик. Чё? Прям красавец. Так. Смотри-ка. Нас социал-демократы поддерживают. Жалко, у них нет мест в городском совете. Я бы просто был рад, если бы так было. Да, газовая сеть, водная сеть. Грустно всё это. Смотри, чё происходит, да? Ах, 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 ах. А снести нужен динамит, да? Нет, просто тогда выгоднее-то снести её и заново построить. Потому что так-то вообще не вариант. Ну ладно, хотя бы с животными нормально идёт пока. Получена черта жестокость. С какого хрена-то? Я поддерживаю животных как гипнотизёр. В районе Кайзерс-Хаффен приезжает знаменитый странствующий гипнотизёр Чарльз Буфон, который желает дать представление про него строительство. Своё загадочное мастерство. Он заявляет, что может загипнотизировать людей так, что они забывают, как их зовут и творят глупости на сцене. Высший свет будоражен известием о представлении. Разрешить его? Да, звучит неплохо. Почему нет? Наборные очки для усиления общительности. Хорошо. Я не против усилений. У нас и так всё плохо. Пусть хотя бы повеселятся. Шоу гипнотизёра. Так. Кайзерс-Хаффен. Высшее общество собралось на представление гипнотизёра Чарльза Буфона. Буфон весьма хорош собой и загадочен. Он приглашает на сцену молодую женщину из строительского зала и гипнотизирует её, нашёптывая слова. Под гипнозом женщина думает, что она рыба, а пол вода. Очнувшись, она заявляет, что ничего не помнит. Что вы думаете? Интригующе, давайте скажем так. Набранные очки для усиления прогрессивности. Хорошо. Так, что тут у нас? 822, нормально, ничего не будем делать. А что ничего не делать? Надо повышать налоги. Я, честно сказать, задолбался уже. Ну давай, что делать-то? Надо... Указов больше нет у нас? Как нет-то? Подожди, я и забыл, что мы изучили ёперный театр. Хорошо. Лицензирование продажи сигарет. Изменение ежемесячных расходов городского бюджета. Плюс 5%, да? Вот непонятно же. Плюс 5% это будем и больше платить? Ну, наверное, да, да? Уровень продаж. А, это бессмысленно. Опять, они, короче, опять нас завернут. Ладно, ну пусть будет. Так, акт об источнике доходов. Так, нормально. Подожди, расходы плюс 15 тысяч? Ты шутишь? Так, поскольку на пропитание всей семьи зарабатывают мужчины, вдовы часто вынуждены просить милостыню на улицах. Чтобы хоть как-то прокормиться. Это не относится к молодым женщинам, которые могут выйти замуж повторно, но специальный фонд может помочь женщинам слишком старым для... Вот что, понятно. С радостью бы поддержал, но это очень всё тяжко будет. Для нашего бюджета у нас нет денег и так. Здесь что? Личностный рост. Здесь пока всё. Давай так. Права женщины и школьные выборы. Но мы и не протащим это, скорее всего. А вот это протащим. Безопасность минус 2. Бонус, так, понятно. Рабочий класс, средний класс элита. А бедняки минус 2, да? Зачем так это делать? Не надо. Давайте вот это попробуем. В принципе, должно. Ну и ещё, конечно, налоги нужны. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. Я думаю, к концу игры у нас налоги будут просто 100%. Мы просто будем всё забирать, что люди зарабатывают, и всё. Ну давай, чё? А просто вариантов больше нет. Обращаемся к партиям. Погнали. Да, насколько важно. Ну, конечно, нам надо. У нас нет денег. У нас нет денег. Просто всё. Всё очень очевидно и очень просто. Наедине поговорим. Ну, то есть, это мы опять протащим. Поднять налоги не проблема становится, блядь. Ну, кроме, если таких вариантов ответа только не будет. Так, права женщин. Ну, давай, да хватит вам. Голосуйте за меня. Уже достали, блядь. Женщины тоже должны голосовать, и школы тоже там. Все, короче. Они меня не уважают, но они склоняются в мою сторону. Это прекрасно, я считаю. Здесь наедине переговорим. 9-9. Нормально. Тут у них нет членов совета, так что мы не будем портить репутацию себе. Так, продажи сигарет, литензирование. Ну, тут опять без вариантов, я думаю. Мы не затащим это. 14-4. Ну, давай на угрозах. Председателю поугрожаем, но это никак не поможет. Ах, к светлому будущему. 15-3. Ну, смотри, ну, потихоньку, конечно, оно просто... Нет, ну, мы не сможем так быстро, это по-любому. То есть, их опять перетащили на свою сторону. Здесь все нормально. Здесь мы должны все-таки... А, пока ничего не можем. Здесь нормально пока. Ну, а тут опять все... Ну, то есть, это без вариантов. Защита животных. Это хорошо. Изменение налогов. Надо разговаривать. Блять, да хорош. Как так-то? Как так? Верхушка. Нормально. Будущее города зависит, да, от вас. Ну, и тут большинство... Подумайте, да, еще разок. Права женщин. Что встал? 10-11. 10-11. Это замечательно. Пацаны. Давайте. Обдумайте серьезно. Прогрессивные времена требуют прогрессивных решений. Тут. Тоже подумайте. 10-11 уже. Здесь не надо с ними разговаривать. Тут давайте. В прессе. Это тоже эффективно обычно. Ну, тут полная жопа. Как обычно. И времени мало мы не сможем. Я даже не буду тратить время на это. Социал-демократическая партия побеждает на выборах. Партия физиократов на втором месте 16% голосов. Вот это интересно. То есть они нас поддерживают. Посмотрим. Так. Последние изобретения в области машиностроения и силовых установок распространяются по миру с невероятной быстротой. Городская администрация понимает, насколько важны принципы гидравлики. Как применить эти знания на практике? Пусть это изучают в школе. Пусть это лучше используют для городских служб. Городская. Давай вот так вот. Давай. Правда, не знаю, насколько это нам поможет. Защита животных. Все здесь отлично. Изменение налогов теперь тоже. Социал-демократы за нас. И это прекрасно. Давайте поговорим с кем? Вот с этими. С демократами. И скажем им. Это очень важно, да. Но им по барабану. Хорошо. Давайте с этими поговорим и тоже. Блядь. Ну это... Это сразу понятно. Школьные. 10-20. Замечательно. Давай обратимся к партии. К светлому будущему. Нормально. 10-20. Отлично. И коты. Так. Блядь. Ну опять. Это мотивационная спич. Это просто бред. Сигарет. Вот это нормально. Так. Продажи сигарет. Да. Они прям как издеваются. Так. Давайте. Ждем. Ждем. Защита животных. Все отлично. Налоги тоже замечательно. Я не буду пока лезть сюда. Школьные выборы тоже хорошо. Это прям отлично. Это отлично. Ой-ой-ой. Да. Вот я накосячил конечно сильно. Не знаю что получится в итоге. Я имею ввиду с бюджетом. То что я тогда невнимательно. Просто потому что непонятно было что куда. К чему. Ладно. Изменение налогов. Замечательно. По-моему. Так. Права женщин. Ну тоже здесь мы выиграем. Да. Прямо подавляющее большинство. Замечательно. Лицензирование. Да. Я даже не хочу узнать. Я думал покинуть. Просто выйти. Не смотреть на это унижение. А то меня столько раз уже унижали в этой игре. 56.5. 56.5. Ну это же. Это пиздец. Да. Да. Это такая прям пощечна. Не то что даже пощечна. Это просто так. Ну смотрите. Минус 15 уже. Городской бюджет. 74.5. 59. Все равно это мало. Это катастрофически мало. Ой бля. Все равно непонятно. Вот смотри. Нет. Нет. Не надо мне настройки игры. Вернуться в игру. Сведения о мэрии. Это все понятно. Журнал. А вот. Смотри-ка. Экономическое. Открыть в городе университет. Здесь должны быть студентами. То есть это короче не для нас. Конец времени. Успешно завершите эру. 1. Все понятно. Выдающийся город. Секретные цели. Политическая. Индекс настроения должен быть не ниже удовлетворительного уровня. Средняя. Средняя репутация в политической среде не менее 4. Индекс настроения. Да ладно. Это нереально. Это нереально. Экономическая победа. Построить в городе вокзал. А ну то есть это в принципе я был очень. Очень так сказать наивен. Когда пытался во второй серии построить вокзал. Если это списки заданий для экономической победы. На самом деле непонятно как все это строить. Потому что ну вот. Ну вы видите. Ну ладно. Наверное когда мы второй раз будем проходить. Я не знаю до какого уровня мы дойдем в этой. В этом прохождении. Мы будем делать более грамотно. Это понятно. Это первое прохождение. Ничего не ясно. Сначала help. Тут не особо такой уж действительно help. На мой взгляд. Но здесь. Ратуши. Да смотри. У нас даже в школе херово учат. Ратуши лучше. Это о многом по моему говорит. Так. Ладно. То есть что. Смотри. Ежемесячный бюджет. Семь деда. Стоимость эксплуатации. Ну то есть до хера. Да. И вот тогда нас подкосило короче. Что я стал не глядя. Почему то я понажимал на эти. Увеличить зону. Вернее не было понятно. Просто там не показывается особо что поменять. Вернее сейчас то я знаю что меняется. И как это выглядит. Но тогда было не ясно. И за это у нас просто сейчас дрочат. Это просто жесть. Так. Предложение по налогам. Теряет день. Да. Социал демаграмм. Увеличить налоги среднего класса. Да. Значительно. Что делать то надо. Эффект. Давай погнали. Да. Конечно. Так. Давай обратимся вот к этим двум партиям. Они что то там совсем. Конечно у нас нет денег. Вы блять о чем думаете. Давай наедине переговорим. 14. 4.14. Давай. Я надеюсь налоги мы увеличим. Так. Все. 3.18. 5.35. Все ништяк. То есть давай. Налоги должны поднять. И все будет хорошо. Так. Рабочий. Социал демократическая партия под впечатлением от ваших последних действий. Партийная газета Рабочий хочет написать длинную хвалебную статью. Право согласиться на интервью. Да. Но тщательно подбирать слова конечно. Охренеть. Мы красавцы. Репортер Рабочего пытался заставить вас сказать что-нибудь из чего можно было бы сделать вывод. Будто социал демократическая партия ваши лучшие друзья. К счастью вы это заметили и тщательно подбирали слова. Репортер Рабочего пытался заставить вас сказать что-нибудь из чего... Так подождите. Из чего можно было бы сделать вывод? Так. То же самое. Ваши лучшие друзья. К счастью вы это заметили и тщательно подбирали слова. В результате тон статьи был нейтральным и ни одна из партий не почувствовала себя оскорбленной. Хорошо, тут просто они не запаривались Не написали один и тот же текст, но другую концовку Во втором варианте, ладно Замечательно Так, главное тщательно подбирать слова Защита животных, так Все отлично, животные будут защищены И вот смотри, демократы Да, социал-демократы, вот это наши кореша Так Окружение плюс 3 Так, интеллектуальный капитал в университете Плюс 5, был бы у нас университет Я бы просто был бы рад Так, больше никакой жестокости По отношению к животным Совет принял новые законы о защите животных Владельцы животных не смогут Морить их голодом и использовать в боях Закон вступит в силу через год Так, первая женщина Извините Первая женщина получила университетский диплом Пока неизвестно, станут ли женщины Массово поступать в высшие учебные заведения Лакота разбили Американцев в битве на реке Литтл-Бигхорн Бигхорн Крупнейшее поражение армии Соединенных Штатов Великой войне Сиу Оно привело к принятию закона Продавайте или умрите от голода Отличный закон Название прям шик Так, 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 налоги Что у нас? 8.32, замечательно Все, давай поднимаем налоги И они должны спасти нас Так, смотри-ка, это средний класс Плюс 5% налогов Замечательно По-моему, указы есть у нас какие-нибудь, которые можно принять? Так, лицензирование продажи сигарет А теперь, смотри, социал-демократы И вы редко посещали светские рауты Теперь отсутствие жены дало повод слухам о личной жизни Кто-то спустил сплетню, что вас вовсе не интересуют женщины Поэтому, собственно, я поддержал закон о ослаблении и наказании за садомию Все логично Что, тут, в принципе, я согласен И остается только догадываться Что за отношение у вас с небольшим кругом, друзья и мужчин Давайте устроим личную жизнь Нам наследник-то нужен Так, набранные очки усиления общительности Набранные очки для усиления пессимизма И авторитет увеличился Так, экономический кризис Ёперный театр Кайзерс Хаффен Тяжелой экономической ситуации Если вы не предприняете меры Это может поставить крест на вашей карьере мэра Блять, посетить Вену и попросить отправить письмо Нет, надо лично ехать с деньгами Отлично, смотри-ка Для усиления доверчивости Хорошо Ой-ой-ой, как все плохо Но хотя бы император нас не бросил Так, смотри, да 74-16 Надо, надо прогонять дальше Налоги повышать Надо повышать налоги Тут без вариантов А можно налоги сделать Видите как? Не показывают, сучки То есть вот так, да, пока Ладно Давай вот так сделаем В принципе, три партии нас поддерживают Мы должны затащить Да Давай 6-12 Нормально Пацаны Давайте Это решение, да Нас нет денег Все это ведет Блять, это тупая речь, конечно Я сам бы за себя не проголосовал, если бы услышал Давайте повысим налоги еще раз И посмотрим, какой у нас будет баланс И посмотрим 8-17 Это все в порядке В принципе, тут особо-то наедине Давай переговорим С этим чувачком Давайте тоже Будущее города зависит Хорош там ломаться У нас полная жопа с деньгами Так, лицензирование, продаж сигарет Это я даже Третий раз Третий раз мы пытаемся продавить этот закон И третий раз нас посылают нахер Как так? Так, 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 так Избирательное право Настоящим предлагаем разрешить гражданам Выбирать своих представителей в парламенте Посредством голосования Что скажете? Да, поддержать, что делать-то? Да, избирательное право Избирательное право для всех социальных классов Правительством рассматривается новый закон В случае принятия которого избирательное право Получат все граждане Независимо от их финансового положения Антидемократическая лига назвала эту Антидемократическая лига? Серьезно? Есть такая? Назвала это предложение плутократии Присыпанной популизмом Ожидается, что эта тема расколет совет Некоторым членам, к которым уже приходят Слишком большие букеты цветов От обычных граждан, желающих склонить их на свою сторону Так, фестивальный театр открыт В Байритском театре оркестровая яма Расположена под сценой Что может изменить принцип исполнения Классической музыки во всем мире Умерла Труганини, последняя Тасманийка Аборигены Тасмании были безжалостно уничтожены Какая печальная новость Дайте мне точку опоры И я поверну землю Хорошо Так Ой-ой-ой, что нам нужно? Чистовщик повышает доходность некоторых отраслей Здесь что? Управление смогут представители элитного класса? Нет Нам нужно повышать доходность Давайте телефон откроем Да В принципе-то мы уже сможем что-то Нет, пока еще нет Я бы хотел сказать, наверное, уже в третий А у нас края-то еще не исследованы Вот это надо исследовать сначала и это Да-да-да, ладно Избирательное право 8-10 Ну давайте поговорим с этими ребятками Обсудите, да, вопрос-то Избирательное право-то Демократы до сих пор меня Не понимают И вернее я не понимаю демократов Так, 6.12 Замечательно Новые налоги тут мы затащим Собственно Наедине переговорим И здесь Требования в прессе Прямо вот так Прессовать их надо Давай, ждем изменения налогов И тогда заживем Да, все, отлично Отлично, отлично, отлично Надо сокращать бюджет Дефицит бюджета Потому что полная жопа Нам тогда, нам никак не вывести это Давайте Смотрим Так, смотри-ка Уже Уже получается Минус 7.600 Стало А было, я напомню Мы начинали Это там чуть не 40 Уже было Это полная задница была Сейчас мы хотя бы на правильном пути Ладно, давайте Сейчас солнышко взойдет Вот так вот Не наоборот сядет И мы продолжим Воевать Собственно С игрой Urban Empire В следующей серии Реально сложно Ну как, я накосячил Конечно в процессе И сейчас расхлебываем Ну вот так вот Я говорю Первое прохождение Ничего не ясно Второе будет гораздо Осмысленней И более вдумчивым Сейчас мы просто Смотрим Что тут вообще можно делать Интересно Я говорю В принципе Это игра с политикой Довольно интересно Но Увлекательно Но не доработан до конца На мой взгляд Я не могу прямо сейчас Сказать что Вернее стоило бы улучшить Более очевидно Сделать Влияние на партии Как твои решения Потому что по сути Не так много Что ты можешь делать В городе Без их ведома И из-за этого Не совсем понятно Как меняется отношение партии С чего оно вдруг Становится положительным Или отрицательным Потому что ты вроде Ничего не делаешь И до этого у нас было Мы как-то предлагали Один и тот же закон Дважды Первый раз они нас завернули Во второе Они сказали Все нормально То есть А ничего не поменялось В этом непонятно Вот это бы улучшить И будет просто Охренительная игра Так пока интересно Я надеюсь вам тоже Пишите свои рекомендации Советы Говорите где я косячу Чтобы не было Это во втором Прохождении Такого же Конечно второе Прохождение мы будем Делать за другую семью Просто посмотрим Но потом решим Собственно тоже Предлагайте за кого Хотите посмотреть В следующий раз Ну и тогда Давайте увидимся В следующей серии С вами был Чейнджер Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Комментируйте Увидимся в следующей серии Пока Субтитры сделал DimaTorzok